В марте исполняется ровно год с того момента, когда в нашей стране были созданы войска Национальной Гвардии, которая призвана стать основным силовым компонентом в системе внутренней безопасности государства. Помимо силовых подразделений ОМОНа и СОБРа, в состав Росгвардии входят подразделения вне ведомственной охраны и лицензионной разрешительной работы. Первый этап формирования структуры завершился в конце прошлого года, скомплектовали штат. На втором этапе, который продолжается сейчас, уточняется объем и порядок выполнения задач, а нормативно-правовая база приводится в соответствии с действующим законодательством. Заключительный этап к январю 2018 года превратит Росгвардию в единую федеральную структуру, которая действует по общим планам. Первую проверку на прочность сотрудники силового ведомства пройдут уже летом этого года. В Казани они будут обеспечивать безопасность проведения матчей Кубка конфедерации по футболу. При этом бойцы не будут забывать и об основных своих обязанностях. Отдел национальной гвардии в нашей республике занимается, в первую очередь, охрана особо важных объектов. У нас более 4500 квартир стоит на охране, 2800 объектов. Кроме этого, мы осуществляем деятельность в сфере лицензионно-разрешительной работы, частно-охранной и детективной деятельности. Осуществляем государственный контроль за топливоэнергетическими комплексами. Осуществляем государственный контроль за организациями, которые осуществляют свою деятельность в области охраны. Несмотря на то, что национальная гвардия функционирует уже год, жители нашей республики пока не очень хорошо представляют, что такое Росгвардия и чем занимаются ее сотрудники. Государство, в общем-то, охраняет власть высшую. Да где-то видела на Красноармейской улице. Нет, не слышал. Мельком только, мельком, я не имею представления. Понимается вопросами организации охраны, общественного порядка и безопасности граждан в государстве. То, что я не сталкивался с ними, это говорит о том, что в принципе они работают нормально на улицах города, тихо, спокойно.